21 сентября по Всероссии пройдёт очередной «Кросс нации» – самые масштабные всероссийские соревнования по бегу. В этот день во всей стране выйдет на старт около 500 тысяч человек. 4000 участников планируют собрать организаторы «Кросса нации» в Саранске. Соревнования в столице 13-го региона пройдут параллельно 47-м по счёту всероссийским пробегом памяти Петра Болотникова. В этом году изменился маршрут проведения соревнований. Вместо Советской площади старт будет дан на площади возле Ледового дворца. А далее забег пойдёт по трёхкилометровому кругу – по улице Красной, Серова, Советской. После чего спортсмены развернутся и вновь побегут по улице Серова, вплоть до пересечения с Республиканской, и затем обратно к Ледовому дворцу. Причину такого переноса несколько. «Это принято решение в связи и проведением двух футбольных матчей, которые проходят у нас в Республике. И в связи с тем, что в прошлом году проводили уже чемпионат России и приз Болотникова по этой трассе. Трасса сертифицированная. Трасса понравилась участникам. Значит, мы посоветовались, посовещались, значит, и приняли такое решение провести в целях, в тех, которые именно в то, что два футбола, чтобы не было в целях безопасности, не было никаких препятствий ни для кого. И горожане могли проехать, потому что всё равно около стадиона город перекроют, как всегда перекрывают. Я думаю, и там будет перекрыто, чтобы хотя бы та часть городская, чтобы машины могли проехать». Новая трасса уже была опробована в прошлом году на чемпионате России по бегу на 15 километров. Организаторы ожидали увидеть числе спортсменов, заявившихся на пробег Болотникова, победителей и призёров данных стартов. Но многие спортсмены предпочли выступить на московском марафоне, который пройдёт в столице в тот же день, что и Кросснации. Тем не менее, мы увидим на трассе сильных мордовских атлетов – Сергея Курина, Максима Кистанова, Валерию Федюшкину, Елену Смирнову, которая недавно стала победительницей первенства России по полумарафону. Участники пробега Болотникова стартуют сразу же после открытия – в 11 часов 10 минут. Кстати, смена локации – не единственное изменение, которое ждёт участников Кросса нации. Поменялось время старта – на час раньше обычного, а также протяжённость дистанции. В 11.10 у нас будет первый старт. Первый старт стартует у нас дистанция 15 километров и дистанция 3 километра юноши и девушки. Как вы заметили, что в этом году у нас изменилась дистанция у массового забега. Дистанция с 5 километров снизилась до 3. Трасса очень ровная. Но это и в целях подготовки лучше. В каком плане, что ещё прошло только две недели занятий в школе, школьники ещё на пятёрку, как правило, не готовы. И не все справляются с этой дистанцией. Я думаю, 3 километра более под силу, более комфортно для детей будет. Принять участие в Кроссе нации может любой желающий. Достаточно оставить свою заявку в комплексной школе Олимпийского резерва, которая находится по адресу улицы Терешковой, 24А. Кроме того, отмечают организаторы, соревнования Кросса нации пройдут также в Торбиевском и Зубовополянском районах.